всем привет а с вами denis geek а когда бензин подорожал все быстро пересаживаются на электро самокат и тем более сезон сегодня у меня на настройке моделька tesla 6000 да да завидуй илон маск по сути это стандартная реплика куга они бывают с несколькими вариантами контроллеров tf100 и lh100 вот именно про lh100 он более сложный и пойдет речь в этом видео а именно про его настройку итак я про него очень долго не буду рассказывать начнем с программирования значит зажимаем две клавиши мод и включение и попадаем в меню значит пункт 1 это у нас яркость дисплея здесь есть три градации от меньшего до большего то есть я ставлю двоечку этого будет достаточно дальше пункт 2 это у нас выбор единиц измерения километре либо мили километры 0 значит пункт 3 это у нас вариации аккумулятор бывают 48 52 60 сборки 24 36 здесь именно стоит 48 выбираем идем дальше пункт 4 значит это у нас время сна значит допустим паспорт поставим 15 минут и через 15 минут если вы забыли выключить самокат он автоматически выключится так пункт 5 это у нас здесь есть два варианта и настройки 0 и 1 значит 0 это у нас соотношение соотношение передач она относится как и power ассистенту так и к обычным скоростям можно сказать значит смотрите если мы берем 0 подтверждаем сохраняем двумя клавишами точно также как заходили и смотрим режим модуль 2 3 передача 1 теперь заходим опять в меню ставим единичку сохраняем и теперь уже раз два три 4 5 если она разбила нашу там максимальную скорость еще на две дополнительных градации потому я выбираю 0 достаточно 35 это очень много дальше шестой пункт это у нас диаметр колы колес в дюймах здесь у нас на покрышке написано 10 x 2 с половиной значит можно поставить там 10 и 2 где-то потому что они широкие у них камеры более такие можно сказать объемные и чуть-чуть будет зазор небольшой вот дальше идем это количество магнитов значит конечно же в идеале посмотреть сколько у вас магнитов по спецификации мотора либо же найти хотя бы где-то в описании то есть в стоке в эту версию стояла насколько я понимаю если понимаю правильно 18 магнитов ну вернее значение 18 и на старом рекомендуемое значение тоже пишут на 17 значит пункт p8 это у нас максимальная скорость в процентном соотношении то есть у нас есть это до 100 процентов от нуля мы можем делить градации скорости то есть выставить допустим там 64 процента так вот сохранили вышли и на и вот мы получаем в процентном соотношении у нас относительно количество магнитов которые мы поставили диаметром колеса получаем скорость там на 3 передачи 55 пункт 9 значит это у нас старт с нуля есть это zero а старт единичка он кстати non zero то есть нужно оттолкнуться ногой набрать как хотя бы какую-то скорость на 25 километров и тогда уже самокат газ будет есть это такая своеобразная защита от дурака чтобы допустим случайно не задев ручку газа вы не поехали никуда если у вас стоит 0 то ручка газа активно всегда и если вы ее нажмете соответственно получите ход 10 значит пункт так так 9 10 пункт значит это у нас нулевой пункт это у нас режима значит power ассистента и режим работы курка газа значит если у нас стоит режим 0 это у нас чисто power ассистент включен единичка это курок газа и двоечка это курок газа и power ассистент смежный режим тому я выбираю настолько курок газа потому единичка одиннадцатый пункт это режима помощи пас режим чувствительности так сказать принципе все равно у нас не будет работать пункт 12 это у нас из 5 под пунктов состоит вернее настроек градации это у нас так сказать мощность ассистирование стартовая можно так сказать то установить вот если у вас электро велосипеды установлена система по 100 в тринадцатом пункте можно выбрать количество магнитов их может быть 5 6 7 8 9 10 12 да вот 14 немаловажный пункт потому что это пункт настройки тока то здесь у меня контроллер 15 плюс 1 15 плюс минус 1 то есть можно установить там где-то в районе как раз таки 15 ампер ток на контроллер в пике значит пятнадцатый пункт это у нас нижняя планка напряжение на аккумуляторе вот 41 с половиной вольта в принципе нормально то есть 42 это уже такое уже прям самая нижняя планка 16 пункт это одометр то есть счетчик километража которого вы прошли его можно здесь сбросить зажал кнопочку мод так 17 пункт это режим круиз-контроля значит 0 у нас он отключен единичка это он у нас означает что включен мы сохраняем включенный и давайте демонстрация нас фиксируем какую-то скорость ждем 5 секунд и оп отпускаем курок у нас включился режим круиза и мотор у нас крутится но есть все работает замечательно чтобы сбросить круиз достаточно нажать тормоз либо же курок газа повторно значит 18 пункт это режим корректировки скорости у нас доступно от 50 до 100 процентов именно в процентном соотношении то есть если нужно подогнать скорость под текущую вашу скорость поставим 100 процентов готова 19 пункт но здесь всего лишь две вариации выбора настройки это 0 единица это использование передачи либо же без передачи значит у нас но без передачи 0 единица это с передачей то есть идем дальше и все здесь у нас обрывается хотя в некоторых бывает еще дополнительный пункт в виде 20 с выбором протокола связи ну еще тут что-то незаконченное как я понимаю также у нас могут быть ошибки их всего может быть 13 вариаций на съезде е 0 0 это нормальная работа 1 это пропуски значит 2 это ошибка тормозов 3 это система pedal asset system ошибка то есть система педалирования 4 это круиз может быть такое и круизинг еще есть 5 6 это напряжение на батарее в недопустимых нормах 7 это ошибка мотора все что может быть связаны с мотором значит 8 это вероятнее всего отказ блока управления именно за дисплеем 9 отказ контроллером это тот который есть и у нас устанавливается силовой имеется ввиду контроллеры устанавливается в деку самоката значит и 10 и 11 это у нас ошибки типа rxtx связь между контроллером и блоком ESC 12 бмс к но аккумуляторе и 13 ошибка света значит это было именно по л аж 100 есть у меня еще такая вот инструкция это к ответному блоку с 665 значит здесь полностью все распиновки возможно кому-то пригодится постараюсь покрасивее снять значит смотрите этот блок стать отличается от т.ф. сотого и ответного блока есть и тоже кстати смотрите внимательно всем спасибо за просмотр а я думаю вы владелец такого же или любитель электротранспорта что зашли посмотрели не забывайте подписываться на канал и ставить лайки с вами был денис гиг пока пока